Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня снова пятница. Недели пролетают одна за другой, очень быстро и незаметно. И мы снова с вами встречаемся на прямом эфире. Леночка сказала, что этот эфир, видимо, будет у нас заключительным. Перед небольшими каникулами все-таки лето. Наверное, летом забот у вас прибавляется домашним хозяйством и со всем на свете. Поэтому, возможно, мы летом найдем какую-то другую форму общения с вами. А прямые эфиры у нас на какое-то время приостановятся. Но, тем не менее, как бы там ни было, все равно общаться, приносить вам, доносить до вас полезные идеи, какую-то интересную информацию, мы все равно с Леночкой будем. Так, что у нас по времени? 9 часов 59 минут. Сегодня у нас немного с вами вопросов. Вопросы достаточно простые. Поэтому я думаю, что эфир наш не будет таким уж продолжительным, потому что ответим мы на него, выполним мы свою работу довольно оперативно. Итак, смотрите, вопрос номер один от Светланы. Эта тема обсуждалась у нас очень широко в швейном клубе девочками. Ну, как бы там ни было. Светлана пишет, прошу совета в области паха вот эти косые складки. Убрать по переднему среднему шву-лишку. Ну, давайте посмотрим, что такое передний шов. Я его называю, если вы смотрите мои видео, я его называю шов сидения передней и задней половинки. И мы видим здесь, что шов сидения передней и задней половинки, то есть высота сидения в этом месте, прямо очень-очень маленькая. То есть впивается вот эта нижняя часть шва сидения задней половинки в наше тело. Еще есть одна фотография. Сейчас мы посмотрим вторую фотографию. Вот здесь видно, что эти шорты сделаны на резиночке. И резинка, ее чуть-чуть приоткрыли нам вверху. Смотрите, с каким она прогибом двигается. То есть по бокам эта резиночка повыше, а в самом центре, где и проходит шов сидения наш, она как раз идет пониже. Это говорит о том, что высота шва сидения, высота сидения, это мерочка, которую мы измеряем, да, и которую потом рассчитываем, она выбрана недостаточно хороша. Она маловато, просто-напросто она маловато. Это первое. Еще в чем может быть такая причина? Вот обратите внимание, если я сейчас эти шорты по бокам немножечко опущу вниз, то есть выправлю уровень резиночки наверху, видите, он идет с прогибом, да, а я его сделаю прямой. Впереди он ниже опустится, вернее выше подняться у нас не может по центру, потому что высота сидения маловато, которая надержит это все. А если мы по бокам вот эту резиночку немножко приспустим вниз, то эти заломчики косые как раз уйдут. Они получаются от того, что мы не установили во время примерки свои брючки на фигурку правильно. То есть мы пропустили этот шаг, пропустили этот момент. Пусть они на резинке, но если мы шьем не на резинке, у нас часто происходит тот же самый дефект. То есть брюки иногда бывают у нас без прибавок по линии талии, по линии бедер, нулевые прибавки или даже минусовые. Я много раз вам говорила, что девочки, пожалуйста, первое, что нужно сделать, когда вы одели брючки на себя, вы должны их поправить. Что значит поправить? Это значит сделать верхнюю часть брюк такой, чтобы там не было вот этих самых косых заломов, которые мы сейчас здесь наблюдаем. То есть их надо боковые части здесь просто-напросто опустить вниз. Это первая причина, которая может быть у нас здесь вот позволит убрать вот эти самые косые заломы. А вторая причина, как совершенно правильно писали уже девочки, это, ну и Светлана сама написала, забрать в этом самом шве сидения передней и задней половинки. Что значит забрать? Забрать – это значит увеличить ширину шага передней и задней половинки. То есть на наших шириной шага, на наших выкройках является отрезочек Я3, помните, от этой точки мы перпендикулярно передней половинке вверх строили, до Я2. Я3, Я2 – этот отрезочек является шириной шага передней половинки. Я про это не говорила, не оцентировала свое внимание на этом, но тем не менее это так. Чему он у нас равен? Он у нас равен 1,1 СВ. Вот и все. Здесь для этой ткани этого оказалось немножечко маловато. Сейчас за счет того, что по шортам есть прибавки, можно на сантиметре буквально ушить, забрать в ширине шага передней половинки. И я думаю, что ширина шорт от этого не изменится. Они станут у нас нормальные, останутся хорошие. И, конечно, переделать либо линию талии, либо просто углубить шов сидения. Вот этот вот шов сидения передней и задней половинки. Вырезать внизу, на мой взгляд, сантиметра полтора. Тогда вот это напряжение, которое в этом месте имеется, оно уйдет. Резинка вверху поднимется повыше и все станет на свои места. Давайте я вам нарисую, что нужно сделать от того, что у нас есть. Значит, я показываю сейчас вот этот самый шов сидения. Схематично, конечно. Вот, посмотрите. Такая картинка у нас, да? И нам маловато вот эта вот величина. Это у нас высота сидения. Она явно маловато. Чтобы ее увеличить, нужно опуститься вниз. Видите как? А чтобы увеличить ширину шага передней половинки, шириной шага передней половинки будет расстояние вот от этой вертикальной линии до шва сидения передней половинки. Нужно вот здесь ее забрать. Вот в этом месте. Показываю штрихами. Но это же самое нужно поддержать сзади. Вот, пожалуйста, та линия, которая показана штрихами, поможет нам и увеличить ширину, глубину вот этого выреза или высоту сидения и увеличить ширину шага. Ну и за счет тех прибавок, которые здесь есть, ничего у нас не изменится. Вот, собственно, и все, что мне хотелось вам рассказать еще разочек, обратить ваше внимание на что, чтобы ответить правильно на наш вопрос. Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате, а мы будем продолжать дальше. Итак, Ирина, строю основу мужских брюк по книге. Как грамотно смоделировать основу для кроя мужских брюк на резинке? Прибавка по бедрам 4 сантиметра. Ну, я думаю, что этот вопрос очень простой. Когда мы шьем с вами брюки на резинке, тогда мы должны следить за тем, чтобы через эту резинку у нас поместились наши бедра. Бедра обычно бывают больше, чем талия. Значит, талию нужно сделать по мерочкам одинаковую с линией бедер. Если у вас бедра 50, вы прибавили прибавку 4, то талия должна быть либо 54, либо 53, либо 52, в крайнем случае 51. Прибавка относительно линии бедер один сантиметр должна оставаться, чтобы вы спокойно проходили вот в эти брючки вверху. Вот, собственно говоря, и все. Неважно, какая у вас талия, нужно талию делать одинаковую с линией бедер. Так у нас получится то, что вы хотели. Брюки на резинке. И совсем все равно, какие они у нас. Женские и детские, или мужские. Ольга пишет. Галина Леонидовна, доброе утро. Вы очаровательны. Воротничок смотрится на вас восхитительно. Если время сегодня от эфира останется, я расскажу немножко вам про новенькое свое платье, про этот воротничок. Мы к нему еще вернемся. Дальше. Третий вопрос. Светлана из Яндекс.Дзен. Очень хочу шить хорош, шить летний комплект платья и пальто, как у вас. Я показывала недавно. Леночка выкладывала платье и пальто. Мне он кажется несложным. Я шью нечасто. Хотелось бы подробный мастер-класс. Но мы много раз рассказывали о том, как строится базовая конструкция. Этой информации у нас очень-очень много. Ну, может быть, время у нас с Леной позволит. Я что-нибудь подобное для вас все-таки сделаю. Как сделать мастер-класс? Сделаю, как шить такой комплект. Ведь неважно, из какой ткани вы будете шить свои вещи. Законы работают одни и те же. Базовая конструкция. Это первые семь уроков. У вас есть, если сложная фигурка, все, есть альтернатива. Смотрите, строим вашу идеальную выкройку. На сайте есть такая тема у нас. На этом там учтены в масштабе один к одному. То есть, не маленькие у нас истории, а там в этом курсе собрано все, что нужно знать в масштабе один к одному на больших выкройках с особенными фигурами, с самыми разными ситуациями, с прибавками. Рассказ идет об этом. О том, как шить такое платьице или такое, допустим, вот такое вот пальто. вточной рукав, все там разобрано, все исключения из правил. Ну, все, 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 что абсолютно вам надо. Плюс туда добавлен курс по моделированию, потому что вы знаете, что построение базовой конструкции это всего лишь второй этап создания одежды. Первый, напоминаю всем вам, мне хочется, чтобы структурировано у вас все в голове было. Первый этап, это мы изучаем свое тело, снимаем правильно свои мерочки. Результатом первого этапа является построение, создание технического задания, где вы рисуете рисуночек, выписываете свои мерки и выбираете правильные прибавки. Для пальто одни, они будут 5-6 сантиметров, для платья другие, без пуповов, они будут 1-2, может быть, 3 сантиметра, зависит от той ткани, какая у вас есть. Вот. Результатом первого этапа является ТЗ, а результатом второго построение базовой конструкции, которое как раз освещено, вот в курсе строим вашу идеальную выкройку. После того, как вы закончили построение выкройки, вы должны ее проверить, то есть завершает второй этап контроль вот этой вот нашей базовой конструкции. И третий этап, девочки, это моделирование. Так вот, изменение выточки нужно перевести из вот этого положения в боковой шов. И в том, и в другом случае эти выточки у меня переведены в боковой шов. Еще удобно переводить их в горловину. Еще одно пальто летнее у меня есть, где эта выточка переведена вот сюда в горловину. Сегодня я пришла во втором летнем пальто. Покажу, сниму тоже ролик на эту тему. В следующий раз, может быть, сниму ролик про третье пальто, какие у меня есть. То есть летних пальто у нас может быть довольно много, потому что мы сами шьем, потому что у нас много разной ткани бывает, и мы можем придумать и к разного цвета платью мы будем подбирать другие, какие-то подходящие нам по цвету вот эти верхние пальто. Вот, пожалуйста, то есть, ну, а снять этот курс или нет, мы с Леной подумаем. Мне тоже пришла такая идея. Лариса, четвертый вопрос. Помогите, пожалуйста, советам по такой проблеме. Шью на дочку, простенькое прямое платье, полувер, платье полувер и с тонкой трикотажной ткани, ну, водолазка, наверное, можно ее так назвать, без выточек. Фигура очень перегибистая, перегибистая, неполная, да? Возникла проблема. Очень большой пузырь, наплыв на талии и сильный натяг сзади по бедрам, конечно, а как же там ему не быть? Если в нашей выкройке серединка спинки прямая, а у девочки она вот такая, вот идет вот с таким вот прогибом очень сильным, конечно, там будет наплыв. У меня тоже перегибистая фигура. И даже, ну, хоть не так сильно, но все равно перегибистая. И когда я свои вот подобного рода вещи делаю себе, я, чтобы этот перегиб убрать, обязательно туда добавляю две талиевые выточки. Или сразу строю выкройку со средним швом по спинке, в которой и забираю вот эту лишнюю ткань по спинке. Только это спасает меня от того самого пузыря, который у нас есть. Ткань, тонкий тянущийся трикотаж. В обтяге его никак нельзя. Но это не значит, что мы будем делать в обтяге. Если мы заберем сантиметров, там, допустим, пять, вот в эти выточки, мы просто-напросто уберем этот наплыв и все будет хорошо. То есть, каждая выточка будет по два с половиной, три сантиметра можно делать, даже по четыре можно сантиметра каждую выточку сделать в трикотажном ткани, в трикотажной ткани будет все-все хорошо. Так, выявляются все складочки, ну, понятно, не надо делать нулевые прибавки. Обычно я и строю выкройку с рельефами. Ну, конечно, на такой ткани при таком фасоне как-то не хочется совсем не обязательно делать рельефы. Две талиевые выточки по спинке вас спасут. Посоветуйте, пожалуйста, делать ли рельефы или еще какой способ есть. Но я надеюсь, что я уже ответила вам на этот вопрос. Так, Даша Русинова. Здравствуйте, Галина Леонидовна. У меня вопрос, как правильно построить рельефную выточку на спинке и как строить вырез лодочку. Рельефная выточка по спинке. У меня нет такого понятия рельефная выточка по спинке. У меня есть понятие рельефы по спинке. Как их строить мы с вами разбираем и в видео в школе, когда проходим рельефы и мы разбираем это, по-моему, они входят в наши первые семь уроков. И мы или сразу идет в начале модели и мы разбираем в том курсе, который я вам рассказала. То есть, это просто талиевая выточка. Талиевая выточка это неизменная часть нашей базовой конструкции. Она строится в разных местах. Так, как построить рельефную выточку на спинке и как сделать вырез лодочку. Чтобы сделать вырез лодочку, нужно закрыть, сейчас я это изображу схематически. У нас есть вот такая базовая конструкция. Вам хочется сделать вырез лодочку, поэтому вы должны выбрать место для этой лодочки на своем плечике. Обычно у меня это середина плечика, потому что во второй половинке плечика вот здесь у нас живут бретельки отливчика. Поэтому мы должны вырез лодочка, это вот такой плоский вырез, мы должны прийти из этой точки вот сюда. Но нам мешает с вами открытая выточка. Вы хорошо знаете, что чтобы провести конструктивную линию через открытую выточку, эту выточку надо закрыть. Поэтому вы делаете какой-то разрез, пусть даже временный, снизу, например, сделали, или отсюда, или отсюда, все равно откуда. Разрезаете по нему свою выкройку, закрываете вот эту выточку, складываете ее, после этого рисуете свой вырез. Ну и решаете одну вопрос, куда вы переводите эту выточку, вы же не будете ее из лодочки делать. Это первое. Оформили вырез на передней половинке. После того, как это сделали, откладываете вот этот отрезочек, остаток плеча на задней половинке, ровно столько же. Они должны быть абсолютно одинаковые. И оформляете вырез на задней половинке. вы хотите прийти вот сюда на задней половинке. Это будет вырез лодочка на задней половинке. Но вас опять мешает ваша выточка. Ее нужно закрыть. Чтобы ее закрыть, нужно сделать разрез, временный разрез, хоть откуда. Например, вот отсюда сделайте разрезик. Закройте эту выточку и после этого дорисуйте вырез горловины. Вот собственно и все. Ну а потом построите перпендикуляр из вершины этой выточки уже на нарисованный вырез, по нему разрежете и закройте старенькую выточку. Я тоже это неоднократно показываю. А мы двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас пятый. Подскажите пожалуйста от Татьяны подскажите пожалуйста как правильно выбирать ткани для комбинирования обязательно ли одинаковые по фактуре какие правила существуют. Хороший вопрос Танечка задала. Да конечно идеально это когда ткани компаньоны выбираются одинаковые по фактуре. То есть работаете допустим вот с этим футером это футер двухнитка берете ткань футер двухнитку работаете с шелком берете шелк работаете с хлопком берете хлопок джинса джинсу. если они не идеально одинаковые по фактуре тогда они должны хотя бы по толщине соответствовать друг другу. Это так сказать правила общепринятые правила классические правила языка одежды. Но вы знаете как мода у нас переменчива и как еще совсем недавно на моей памяти шубы украшались кружевом. И сейчас еще можно кое-где встретить такое правильно? или драповые какие-то толстые ткани разбавлялись какими-то шифоновыми отделками какими-то шифоновыми валанами то есть мы соединяли в одном изделии в верхнем изделии ткани очень толстые очень такие фактурные наоборот с тканями очень-очень тонкими. Но если это делать достаточно изящно достаточно как-то я бы сказала лаконично наверное в этом что-то есть. например у вас какая-то грубая ткань и вы хотите сделать переход на горловину и у вас интересный большой достаточно вырез горловины вот я расскажу что мне нравится у вас какой-то большой вырез горловины допустим ну такой яркий такой пример черное платье из какой-то плотной ткани многоплательной ткани может быть это трикотаж будет может быть это что-то еще такое очень толстенькое будет и вы оформляете вырез горловины шифоновой косой беечкой вы ее косую полосочку из шифона под 45 градусов делаете перегибаете пополам заправляете утюжком вот так и пришиваете к нижней части с изнаночки конечно своей горловинки и у вас получается такой мягкий переход от толщины к тоненькому это начинает просвечивать шифончик может быть как черный так и допустим какой-то синий голубой там зеленый какой-то другого цвета вот это будет изящно вы оформляете контуры и контуры имеют такой плавный переход от плотного к просвечивающему и наконец уже к вашему телу вот это будет на мой взгляд достаточно элегантно и вот это будет очень интересно но вычурное вот такое соединение какое-то оляпи оляповатое такое будет конечно нехорошо что хорошо в комбинировании в комбинировании конечно хорошо однотонная ткань и многоцветная ткань многоцветная вы знаете как я к ним отношусь я люблю ткани не похожие на клумбу когда в ней собираются очень много разного цвета да два цвета вполне достаточно чтобы создать интересное изделие плюс однотонный цвет три цвета в крайнем случае плюс однотонный цвет Но когда 4-5 и больше красок собирается в нашей ткани, то это уже очень сложно и очень своеобразно. Если вы это будете дополнять однотонным цветом, который присутствует вот в этих красках, вы будете, так сказать, немножко успокаивать. Если вы будете однотонные платья оформлять вот этими многоцветными небольшими какими-то фрагментами, это тоже будет хорошо. То есть о сочетании тканей, о комбинировании тканей, о тканях-компаньонах говорить можно много-много-много. Этому можно посвящать целую тему нашего какого-то еще эфира. Но, конечно, идеальное сочетание – это одна и та же фактура. Или хотя бы по толщине, чтобы ткани подходили друг к другу. И самое главное – они подходили друг к другу по своим свойствам. Например, тоже еще недавно у нас была такая тема, когда трикотажную спинку делают и шелковую делают полочку. Да, вначале это выглядело эффектно. Делают вот такие топики, вот такие интересные вещи создают – шелк и трикотаж. Но вы обратили внимание, когда мы поносили немножко такие вещи, я такого не шила себе никогда, ну и не покупала тоже. Но я видела на людях. Как-то деформируется вот эта трикотажная спинка, а полочка шелковая, поскольку она никак не тянется, ничто с ней не происходит, она остается такой, какая она была. И низ делается неровным, и изделие делается небрежным. Делается все какое-то деформированное, перекошенное и неприятное, неприглядное совершенно получается. То есть различные свойства ткани, они тоже разрушают общую форму нашей конструкции. И если вы не делаете это нарочито, если у вас это не задумано, конечно, это будет для вас неприятной неожиданностью. Вот так я бы ответила на этот вопрос. Так, еще у нас есть. Галина, смотрите видео в YouTube, видео показов дизайнерской моды. А смотрите ли? Вы знаете, специально еще не садилась и не смотрела. Мельком кое-что кое-где видела. Видела подготовку всего этого действия, но приехать в Москву на этой неделе у меня загруженная такая история. Хотелось мне съездить, посмотреть вживую, но не удается, потому что очень плотные, насыщенные дни. Девочки идут на индивидуальные занятия, очень много записывается у меня людей. И никакой возможности ехать в Москву. Я живу на окраине Москвы, за МКАДом. И поэтому приехать в Москву нет такой возможности. Но как только свободное время у меня появится, это может быть выходной, я обязательно посмотрю вот эти показы. И если хотите, могу какой-то пост, по крайней мере, свои, вот эти вот впечатления я могу рассказать и написать. Ну все, девочки. Давайте, мои хорошие, будем на сегодня заканчивать нашу встречу. Всем хорошего лета, хорошего отдыха. Любите наши занятия, приносите себе, доставляйте себе радость, удовольствие. Немножечко находите время, чтобы им заниматься. Шейте себе похожие платьица, новенькие. Дарите радость себе и своим близким. Всегда Ваша Галина Коломейко. Спасибо всем большое. До свидания.